Ко мне. Ставь уже руки на пояс. Вдох, выдох. От терапевтического до неврологического. В больнице Алтайского края постепенно возвращается плановая помощь в прежнем доковидном объеме. За период пандемии основной упор врачам пришлось делать на лечение больных коронавирусом. Но в связи с улучшением эпитовстановки, отделения, в которых до этого была красная зона, вернули под лечение соматических заболеваний. В настоящий момент мы находимся на спаде пандемическом. И койки свободные в инфекционном отделении есть. В любой момент в течение двух суток мы готовы развернуться при эпидемическом подъеме, развернуться, снова оказывать помощь. Здание рассчитано приблизительно на 360-400 коек для лечения взрослых больных новой коронавирусной инфекцией. А пока самые востребованные отделения по краю – болезни, системы кровообращения, онкологии и травмы. Эти койки разворачивают на месте ковидных госпиталей. А пока эта местная красная зона небольшая, всего 25 пациентов. И все со штаммом омикрон, который переносится, гораздо легче других. В феврале у нас в кабинете неотложной помощи обращалось в день больше 400 человек. И заниматься плановой работой, обычной, это было практически нереально невозможно. Сейчас, слава богу, мы вышли уже на плановую работу, начиная с апреля месяца, апрель, май сейчас. И мы начинаем вызывать людей на диспансерное наблюдение. На сегодня это обычный плановый вопрос, когда есть заболеваемость, койки разворачиваются по приказу Минздрава. Нет такой заболеваемости. У нас получается высокий удельный вес свободного коечного фонда. Значит, коечки сокращаются. Соответственно, кадры они возвращаются на свою обычную работу по своей основной специальности. К слову, специалисты в области эпидемиологии не исключают очередной волны ковида ближе к началу лета. Но пока ситуация стабилизировалась, все же есть возможность оказывать экстренную и плановую помощь нуждающимся в полном объеме. София Иценко, Андрей Печоркин. День с толком.